Почему мы до сих пор с президентом России, уже вышла на наш уровень, не договорились по нефти? Но потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам высшей мировой. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем, и нашли. Что касается поставок российского газа, аргументы мои просты. 75 Великой Победы. Все горлопаним где только возможно. И в России, и в Беларуси. Но «Газпром» сегодня зарабатывает на Беларуси больше в три раза, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально. Мы договорились на сегодняшний день, что эти два месяца, пока мы не договоримся, будем работать по газу на условиях 19-го года. Но я напомнил, когда мы шли на продажу Белотрансгаза, это было в 11-м году, было жестко договоренно, что за пять лет мы выйдем на российскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому я настаиваю, чтобы это было реализовано. Многие наши свядомые, проснувшись вдруг, потеря суверенитета, спали вдруг, проснулись и закричали. А на вот что нам было вообще? Надо было еще тогда, тогда, лет 20 тому назад пойти на мировые цены и отказаться от России. Вы знаете, если бы мы эти шаги сделали, мы бы с вами здесь не находились. Россия – это не просто страна, дружественный нам народ. Это не просто огромная страна. Это страна, где мы покупали сырье. И самое главное – сырья моря. Мы можем его купить в любой стране. Самое главное – это наш общий рынок был. Все создано, мы перелопачивали и перерабатывали на этом пространстве. И что может случиться и случилось бы, посмотрите на соседнюю Украину. Это отчасти потому, что по-живому все порвали и поломали. Но вы должны помнить, нет больше у мира народа, который бы с таким уважением и трепетом относился к белорусам, как к россияне. По-разному могут устраивать пляски, свистопляски и идти переговоры между руководством стран и элитами. Но надо смотреть глубже. Россияне, наши люди, наши братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту. И сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся о том, о чем я только что сказал, с Россией. Но живем же эти дни и жить будем. Будем жить не хуже, чем в девятнадцатом году. Но очень быстро не разбогатеем. Но ни в коем случае не погибнем не те времена. Мы встали на ноги. Встали благодаря своему труду. Я вот совсем недавно прочитал закрытый отчет для президента, как нас оценивают в мире. Если они говорят о белорусах, они говорят что-то образованное, цитирую, трудолюбивые люди. Это люди, которые не возьмут то, что им не принадлежит. И это дорогого стоит. Мы должны быть такими. Мы должны жить в своей стране. Мы должны понимать, во имя чего мы живем. И мы ни в коем случае не должны косо смотреть на своих соседей, особенно на россиян. Кому-то очень хочется, чтобы мы столкнули эти два народа. И тогда все. Крест. Сегодня отношения белорусов и россиян – это показатель того, как должны развиваться отношения не только между братскими государствами, не только между соседями, но и вообще даже США с Ираном. Поэтому не надо думать, что где-то на Западе или где-то на Востоке кто-то нам принесет и подарит счастье. Счастье в наших руках. Продолжение следует...